Приветствую вас и то, что я приглашу вам для решения вашей проблемы, будет немножко, наверное, отличаться от того, что вам уже дали мои коллеги. И я думаю, что это хорошо, потому что здорово все-таки, когда разные люди говорят разные вещи, можно как-то выбирать, да, можно как-то смотреть, что больше подходит, а что нет. Итак, я хочу вам сказать следующее. Вы, когда тасковали по девушке своей, вы тасковали не по настоящей девушке, по моему мнению, конечно, не по настоящей девушке, а по образу ее. Я вам постараюсь пояснить, почему так. Дело в том, что девушка, по которой вы тасковали, я более чем уверен, не поступила бы с вами так, как поступила с вами в реальности девушка. Дело в том, что девушка, по которой вы тасковали, никогда бы не забеременела от другого, значит, ну, тем более вы находясь в отношениях с вами. И это вам нужно постараться принять. Чем лучше и быстрее вы это примете, то есть, чем быстрее вы примете вот этот факт. Факт того, что вы в своем воображении держали одну девушку, одного человека, а в реальности это был совершенно другой человек, который отдаленно только напоминал то, что есть у вас воображение, вы поймете, что реального человека, которого вы любили и по которому вы тасковали, нет. А если реального человека нет, то и какую глупость вы можете сделать? На кого вам злиться? Кроме, кроме, разве что, вот, ну, только на себя. Потому что вы же нарисовали образ, ну, какой образ, образ, образ той девушки, которой в действительности нет. И здесь вам ничего не остается, кроме как только принять тот факт, что вы ошибались насчет нее и видели не то, что есть на самом деле. И просто, наоборот, нужно смотреть более внимательно на человека, с которым, потому что если она забеременела, как вы говорите, от другого мужчины, да, и при этом вы с ней, ну, как бы находились в кризисе, то я никак не могу поверить, я не верю в то, что вы не могли видеть, что вы не видели. Никаких, никаких признаков не было того, что девушка вот могла так поступить. Скорее всего, признаки были, просто вы, ну, вот, может быть, не замечали того, что она делала, может быть, вы не хотели замечать. Ну, в общем, много здесь может быть причин, но суд в том, что реальной девушке, по которой вы тосковали, именно реальной девушке, прошу меня здесь услышать. Реальной девушки нет. И сегодня почему никогда не было. И вот если вы для себя этот момент поймете, если вы для себя этот момент как следует уяснить, я более чем уверен, что проблем станет гораздо меньше с вашей стороны. Потому что вы же думаете, как, наверное. Вы же думаете, вот, как она могла, да, как она могла меня предать, как она могла сделать вот то, что сделала и так далее. Наверное, так вы думаете. А в действительности она не просто могла, она это сделала. И сделала она это потому, что не являлась той, кого вы хотели в ней видеть. И отсюда все ваши проблемы. Вы не видели в ней ту, кем она и является на самом деле. И как только вы поймете, что реального человека не существует, а существует лишь тот, кто есть в вашем воображении, вам тут же станет легче и вы сможете ситуацию отпустить. Далее, о чем мне вам хотелось бы еще сказать. Вот вы говорите, я могу совершить глупость. Какую глупость вы можете совершить? А главное, зачем? Что это исправит? Исправит ли это по факту, по сути? Ага. Беременность вашей девочки? Нет. Исправит ли по факту это то, что она вас предала? Ну точнее даже не предала, а то, что она действовала изначально в своих интересах? Нет. Это тоже ничего не изменит. Так зачем же тогда вам совершать какие-то глупости, если это ничего не изменит? Вас говорит сейчас что? Давайте подумаем. Вас говорит уязвленное самолюбие. Вас говорит уязвленная гордость. И это нормально, это безусловно нормально, в этом нет ничего необычного. В том, что вы испытываете негатив, это нормально, нужно понять, что это чувства. Чувства они слепы. Вы на свой счет не принимаете то, что произошло. Вы не виноваты. Эта девушка изначально так себя вела. Вы не причем. И когда и если вы это поймете, а также поймете, чем она для вас была так важна. И поймете, что в общем-то не так много и потеряли своих уходов. А может быть даже и приобрели. Вам сразу станет легче. Но постепенно. Сразу это не уйдет. Сразу это не пройдет. Потому что вы определенно к ней, к девушке я имею ввиду, при выкли, вы определенно к ней прикипели. И понятное дело, что сразу ситуация не изменится. Но она не должна. Мы ведь люди. И это нормально, потому что мы испытываем определенные чувства. Поэтому то, что вы чувствуете, это естественно. Но постарайтесь понимать, что именно вы чувствуете. Постарайтесь понимать, откуда природа того, что вы чувствуете. Именно природа. То есть откуда эти чувства взялись в принципе. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные у вас остались ко мне вопросы, буду рад помочь, пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...